Хотел обсудить с вами БРИКС. Конечно же, неявку Путина на этот саммит все заметили. CNN и другие мировые издания пишут, что это яркое свидетельство изоляции России. Конечно, это так. Ну и, безусловно, отсутствие Путина заметил Си Цзиньпин и лидеры Индии, Бразилии и ЮАР, которые собрались в Иханнезбурге. А скажите, ведь они тоже, наверное, и где-то рады, что Путин не приехал? Ведь с точки зрения личного имиджа и репутации БРИКС сидеть за одним столом с международным преступником ну как-то не очень в плюс, наверное. Безусловно, безусловно. Путин стал абсолютно токсичным для всех. И чем меньше с ним общаться, тем лучше. В этом смысле, как мы знаем, и сами лидеры ЮАР просили, чтобы Путин не приезжал. Ромофосов, по-моему, обращался. Лучше бы приехал, собственно, Лавров. Ну вот Лавров и приехал. Кстати говоря, вчера, когда я смотрела кадры прилета Лаврова и как его встречали, эти странные бабушки, они очень похожи были на переодетых бабушек Путина. Такая история. Так что, безусловно, чем дальше, тем больше будет токсичность Путина. Но у меня вопрос только к кремлевской элите. Когда, наконец, они поймут, что для них единственный выход – это шарфик и табакерка. На мой взгляд, уже давно пора было бы уже понять. Да. И, кстати, а почему Лавров? Ведь вообще-то этот саммит, он больше экономический, и точнее в основе как раз экономические вопросы, чем политические. Почему, скажем, тот же Мишустин не поехал? Почему, как вы считаете, Путин Лаврова отправил туда? Мишустина страшно. А вдруг с ним уже договаривать, как с будущим преемником? А вдруг ему скажут, слушай, давай-ка быстрее уже что-то с Путиным делай, потому что надо, так сказать, какие-то вопросы решать, и пора уже завязывать с войной. Надо уже договариваться, как строить послевоенный мир. И, собственно, мы с тобой готовы. И вдруг Мишустин поймет, что действительно, а почему бы ему от Путина-то и не избавиться? Опасно. Лучше уж пусть Лавров. С ним уже тоже особо никто разговаривать не хочет после всех его странных заявлений. А вы, кстати, можете предположить, что пошло не по плану, когда Путин обращался по видеосвязи к участникам БРИКС? Что там случилось с голосом кремлевского диктатора? Вы слышали эту запись, да? Что слышала? И мне кажется, они запутаны, где у них Путин настоящий, где искусственный. Кто разговаривает, а кто не разговаривает. У кого-то в такой руке надеты часы. И, собственно, все теории профессора Соловья внезапно начинают обретать плоть и кровь. Да, и по большому счету даже те, кто сомневался в наличии двойников, начинают к этому относиться достаточно серьезно. Да. Давайте, кстати, у нас есть фрагмент небольшой, ну просто, чтобы все понимали, о чем идет речь. Я предполагаю, что, наверное, зрители Российской Федерации, может быть, и не увидели, и не услышали. Послушайте, каким голосом заговорил ваш вождь. Это государственные структуры бизнеса, экспертов и отраслевых специалистов, которые собрались на встречу делового форума в рамках БРИКС. Отмечу, что регулярное проведение таких деловых форумов, как и системная работа делового совета БРИКС, объединяющего ведущих бизнесменов и глав крупнейших компаний стран в ведерке, действительно играет большую, практическую роль в продвижении. Ну да. Не знаю, как это. Как и как Владимир Васильевич заговорил. Да, да, да. Как и Владимир Васильевич заговорил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...